На Уране зима длится 22 года. На такой планете, если бы она была пригодна для жизни, всё было бы заморожено и покрыто льдом. Кругом белая и серая пустыня. Людям пришлось бы запасаться едой и провизией, строить особо прочные здания и дома и всегда носить тёплую одежду. Наконец, использование транспорта было бы практически невозможно. Но благодаря Солнцу каждая планета нашей Солнечной системы имеет уникальную погоду, климат и времена года. Этому способствуют несколько факторов. Во-первых, всё дело в том, как далеко планета находится от Солнца. Если близко, как, например, наш сосед Меркурий, то она испытывает сильное солнечное облучение. Но если она далеко, как карликовая планета Плутон, то даже летом на ней бывает холодно. Затем важно, как быстро вращается планета. На планетах, которые вращаются не спеша, как Меркурий, дни и ночи очень длинные. Это означает, что на одной стороне становится жарко, когда светит Солнце, и холодно, когда темно. Земля довольно сбалансирована благодаря умеренной скорости вращения. Атмосфера тоже имеет значение. Плотная атмосфера предотвращает слишком сильные колебания температур. Но если атмосферы почти нет, температура может сильно повышаться или понижаться. Наклон оси планеты и форма орбиты также имеют решающее значение. Даже если на Земле в местах, расположенных вблизи полюсов, шесть месяцев длится световой день, а шесть месяцев — ночь. А если путь планеты вокруг Солнца напоминает овал, то по мере движения она сильнее нагревается и остывает. Никакие две планеты не похожи друг на друга. На одних эти изменения происходят, на других — нет. Начнем с Марса. Нашей любимой маленькой планеты и, возможно, нашего будущего дома. Это четвертое колесо в нашей Солнечной системе. И на нем времена года сменяются причудливым образом, как и на Земле. На нем их четыре, но они примерно в два раза длиннее. У Марса эксцентричная яйцеобразная орбита. Из-за этого его орбитальная скорость меняется сильнее. Это влияет на времена года. Марсианская зима длится около четырех земных месяцев. Они также намного холоднее, чем на Земле. В районе полюсов зимой температура может опускаться до минус 123 градусов Цельсия. На одном полушарии с наступлением зимы вырастает ледяная шапка, которая забирает около четверти атмосферы в виде сухого льда. Затем весной она отдает ее обратно. Марс также не может похвастаться огромными океанами, как на Земле, чтобы уравновесить экстремальные температуры. Ученые полагают, что на ранних этапах существования планеты у нее была вода. Но теперь она исчезла. Без воды на Марсе могут быть очень низкие температуры зимой и очень высокие летом. Большой газовый гигант Сатурн имеет несколько больший наклон оси, чем Земля. Однако, несмотря на эллиптическую орбиту и наклон, он всегда остается прохладным. Это потому, что он находится далеко от солнечного тепла. Даже во время лета Сатурн остается далеким и не слишком уютным. У планеты также плотная атмосфера. Она действует как регулятор температуры. Если в какой-то части становится слишком жарко или холодно, атмосфера мягко распределяет эту температуру по всему Сатурну. Так, во время равноденствия одна страна может получать больше солнечного света, но плотный воздух обеспечивает относительную прохладу. Однако высоко в атмосфере Сатурна все совсем по-другому. Температура здесь может колебаться от серьезной прохлады летом до почти абсурдных минус 191 градусов Цельсия зимой. Следующая планета — Уран. Это ледяной гигант, благодаря эллиптической орбите и большому расстоянию от Солнца. Он находится в вечной глубокой заморозке. Его плотная атмосфера также поддерживает холодные температуры в течение всего года. У Урана невероятный наклон, в три раза больше, чем у Земли. Он почти лежит на боку. И это, пожалуй, одно из самых напряженных мест в нашей Солнечной системе. Летом один полюс Урана полностью освещается Солнцем, в то время как на другом конце царит прохлада и темнота. На самом деле, из-за странного наклона и вращения, Уран даже холоднее, чем его более отдаленный сосед Нептун. Как мы уже говорили, каждый сезон на Уране длится около 22 земных лет. Это максимально приближает нас к фантастическим книгам Джорджа Мартина. И все потому, что Урану требуется 84 года, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. Поэтому его путешествие в течение года очень медленное. Последняя планета нашей Солнечной системы — Нептун. Это самый далекий ледяной гигант. Его наклон почти такой же, как у Земли, а орбита почти круглая. Так что кажется, что он должен быть немного более сбалансированным. Однако на этой планете сохраняется леденящая душу атмосферы с невообразимо низкими температурами. А все потому, что на Нептун попадает лишь крошечное 0,1% солнечного света, которым наслаждается Земля. На Земле температура постепенно меняется от ближнего к дальнему полушарию. На Нептуне из-за его круговой орбиты освещается только одно полушарие. В отличие от своего соседа Урана, Нептун получает немного тепла от своего ядра. Но это тепло не особо помогает. Холод довольно стабилен, независимо от того, зима это или лето. Но на некоторых планетах нет традиционных времен года. Они просто имитируют их, имея различные температурные циклы в течение года. К таким планетам относятся Меркурий, Венера, Марс и Юпитер. Меркурий – самая близкая к Солнцу планета. Он очень странный, потому что один полный цикл день-ночь на нем равен 176 земным суткам. На Земле проходит полгода, в то время как меркурианцам только приходит пора возвращаться домой с работы. Это потому, что Меркурий движется по траектории, напоминающей яйцо. По этой же причине у него бывают серьезные перепады температуры. Иногда он находится очень близко к Солнцу, иногда нет. В то же время у него нет атмосферы и защиты от Солнца. Это приводит к тому, что дни на Меркурии бывают очень жаркими, а ночи – очень холодными. Но это также значит, что у него есть достаточно времени, чтобы перейти от палящего злоя к пронизывающему холоду, когда Меркурий находится дальше всего от Солнца. На нем наступает настоящая зима, или по крайней мере, так мы можем ее назвать. Таким образом, если бы у него были сезоны, их было бы всего два. Следующее – Венера. Это планета беспощадной жары. Забудьте о временах года, там просто всегда жарко. Венера находится очень близко к Солнцу, а ее почти круговая орбита и крошечный наклон в 3 градуса означает, что температура остается довольно стабильной в течение всего года. Даже предполагаемый зимой или посреди ночи термометр не опускается ниже 438 градусов Цельсия. А еще Венера вращается в том же направлении, что и Солнце. Это означает, что звезда всегда находится прямо над ее головой и заливая всю свою огненную любовь на поверхность планеты. На Венере нет времен года, как на Земле. Самое близкое к временам года – это 225 дней с не менее чем 4 часами солнечного света. Это можно назвать венерианской версией весны и осени. Юпитер – крупнейшая планета в нашей Солнечной системе, не беспокоится о временах года. Его наклон составляет всего 3 градуса, и он почти такой же спокойный, как Меркурий. Кроме того, его орбита близка к идеальному кругу, поэтому солнечный свет на нем меняется не сильно. Кроме того, из-за быстрого вращения, которое длится менее 10 земных часов для сезонов, не остается времени из-за длинных ночей. Зима на Юпитере, по сути, повторяет любое другое время года. И, наконец, Плутон, который все еще не является планетой, но все же стоит на него взглянуть. Плутон находится на окраине нашей Солнечной системы. Этот маленький изгой – эталон холода. Температура там составляет минус 229 градусов Цельсия. У Плутона самая странная орбита. Она очень вытянута и наклонена. Плутон проходит огромное расстояние от Солнца. Благодаря этому, а также почти отсутствующей атмосфере, Плутон находится в состоянии вечного холода. Зимы там могут быть немного более экстремальными, чем в среднем. Однако самое большое изменение, которое может заметить человек, оказавшийся на Плутоне, это не температура, а яркость Солнца, которое всегда в тысячи раз слабее земного. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова